По аккаунту завести специально в посольство, цена в два раза больше за визу, но это уже как-то можно преодолеть. Ну и то есть, они говорят, очень неохотно и с трудом открывают визу первый раз, когда, ну мы-то второй раз уже в Шенгене. У них-то первый раз, ну, в Шенген открывать в прошлом году. А фотографироваться? Фотографироваться я не заставляю еще раз фотографироваться. Ну, они дали какие-то данные фотографироваться? У нас фотографии-то есть. У них боятся, что там останутся люди, это везде боятся, но в Англии особенно боятся. И поэтому мы представляем разные справки, что мы не бомжи, у меня земля, приватизированное помещение, вот это вот здание. На все документы есть, но там дополнительные данные, анкеты, очень, и все на английском языке. Не знаем как, но больше всего смущает то, что ехать надо отдавать, это куда ехать? Придешь, в один день не поправишься. Говорят, в Новосибирске открыто сейчас консульство. Ну, просто помочь надо, чтобы как-то Господь разрешил это дело. Потому что в Англии уже заранее сказали, большое поприще открывается. Мы можем там тормознуть. А если что-то не заладится, значит, от нас не зависело. Мы до конца будем стараться. Я сейчас им написал, вы анкету напишите, что там вопросы-то по-английски. А нам по-русски давайте, я их отвечу, потом опять отсылаю, потом вы нам возвращаете. И этот аккаунт нам заведут. Мы войдем к ним. Это когда паспорт получали так. Трудности, которые я их не преодолевал. Но пишут, что трудно. С Англии ответили, трудно и неохотно. Но так как они нам, я не меньше, кажется, шести месяцев не открывают или месяц. Нам всего открыто на пять дней. Пять дней. Видимо, все-таки они это будут учитывать, потому что у нас приглашение от религиозной организации. И там, чтобы они оплатили за нас, как называют, страховку, там все остальное, медицинский полис. Я говорю, мы приедем туда, я с вами рассчитаюсь с книгами. Но у меня больше ничего нет. Полный комплект это 750 евро. Это уже что-то. А Новый Завет, вот трехтомник, там 75 евро. Я подарю вам там, договорю их. Должником-то я не хочу быть. Ну, 750 евро. А вы знаете, сколько сейчас евро стоит? Да почти 50. Вырос, вырос, курс в два раза. Да. Венатич, я вот познакомился с человеком. Да я знаю. Познакомился с человеком с одним. Я зайду и узнаю, сколько. Дело в том, что они 60 евро кладут на душу на каждый день, когда мы выезжаем в шенгенскую зону. Ну и считай. Вот на месяц трое. Ну и считай. Что считать? 6 тысяч евро готов. Ну, оно на горюще только. Дорога тому почти ничего не берем. Редко-редко-редко, когда там булку хлеба купят. Да. Ну, прости меня, брат. Как будто выходит. Вы меня простите. Ну, ты-то позаботишься. И на течь. Ну, не могу я. Вот они мне... Да я не могу. Бывает. Я в Америке был, они купили носки. Увидели, в каких я носках. Носки купили. Они всем синодом не могли их на меня надеть. Купят мороженое, я не ем. Опять переживания. Ну, я не могу, говорю, еще в самом деле, как маленькие-то. У меня все есть. Я сытый, обутый, одетый в тепле. Но они решили меня одеть. Ой, смешные люди. Ну, как же ты меня оденешь, когда я такой, какой есть? Я такой и приехал. В сапогах. Гимнастерка на мне. Ну, военного покроя офицерская. И, как называется, рюкзак. Как у нас, говорит, Сидорог. И что интересно, стоит... Знаете, еще он поедет. Сергей, слушай. Стоим мы в этом в аэропорту, я говорил. Со мной такой огромный епископ стоит. Представительный. У него все при нем. А я стою вот такой. И ко мне люди подходят, иностранцы. А можно с вами сфотографироваться? Я понимаю, что его это задевает. Вы понимаете, это национальный... Какое национальное, я понятия никакого не имею. Это, знаете, вот чисто в русском виде. Можно там то японцы, то финны, то американцы. Где я не появлюсь, и всем охота сфотографируется. Мне до того смешно. Пугало огородное это. А он стоит, епископ, представьте себе, он стоит. Там кто у него там, помощник рядом, у него жезл. И к нему никто не подходит. Ой-ой-ой, люди еще не разбираются, где ценность. Инотихич, вот вопрос есть такой. Сейчас как раз вопрос в тему. Сейчас идет пост. И некоторые священники советуют людям, чтобы не соблазнять ближнего, к примеру, за застольем в пост неверующих людей, чтобы не соблазнять. То есть, вкушают, можно вкушать мясо. Как вы скажете, можно вкушать мясо в пост, чтобы не соблазнить. На этот вопрос отвечал у нас благощинный, новоалтайский, погиблов отец Михаил. Фамилия Погиблов. А говорящая фамилия-то какая. Вот если вы окажетесь там на Новый год, а еще Рождественский пост, и вам дадут кусок мяса, чтобы не соблазнять, вы съешьте. А я думаю, я тогда говорю, да какая тебя холера занесла-то туда, с неверующими-то. Зачем ты заперся-то туда, поп? Мясо он будет соблазнять. Ты ангела соблазняешь. Кого что-то лукавишь-то? У меня бабушка там сколько, 90 с лишним лет, она никогда никого не соблазняла, не ела и все. Я никогда не пойду на эти собрания. Но ведь я не ем мясо, в рот не беру. Никого соблазна, никакого нет. Вот сестры заранее готовят рыбу, мне поставят. Даже один позавидовал, говорит, да тебе рыбу готовят. Я говорю, а ты же мясо ел. Да я и не просил. Ну, это лукавые попы. Хитрые. Они оправдывают свое пузо. Вот такое вот всеобъемлющее, все пожирающее, все поглощающее. Ян Затауз говорит, для этого чрева дань приносят вода, земля и воздух. И ты все в себя, говорит, это кидаешь, как будто ему нет конца. И чем ты предстадешь перед Богом? И каждый день пирша стал блистательно. Богач. А нищему, говорит, заплеснил и корки не бросил даже. А теперь конец пирста, мощи принеси, застонал, вспомнил. Пять братьев у тебя, олигархов, такие же. Маются животами своими. А при обмебильности употребления пищи, холера и резь в животе. А мало поел, встал, все при нем. У меня никогда не болит, ни голова, ни живот. Вот почему? Я знаю, когда болеешь, не болеешь, уповай на Бога и старайся не ложиться днем. Никогда. А то во сколько встаешь? Вчера одного сотрудника спрашиваю. Долго молчит? Обычно отвечают, да в разное время. Это я знаю, спит долго. Я отвечаю всегда в 4.40 утра. А то, наконец, я выдал из него в 7. В 7? Да в 7-то уже завода работает. У нас в семье аппаратурный завод работает. А ты лежишь еще, молодой человек. На турнике ни разу не может подтянуться. Трухля, пузо. Зачем это тебе нужно? Убойся Бога. Корм червям. У меня есть такое о постах, о диабетах. Корчма и житница. Червям там мытница. Стихотворение у меня такое написано есть. Диабеты 20 века. А то диабет. Ди означает с греческого 2. А обет понятно. Вот тебе и диабет. Лукавый поп. Отойди от него. Не подходи к нему. Он в погнебель ведет своим шеремом. Он уже не понимает, что даже и говорит. Святые разрешили очень старым, очень молодым, болящим роженицам по разрешению священника ослабить пост. Растительное масло и часть вина. Какое вино там, не знаю. Все, больше ничего нет. Нету нигде. Все остальное выдумка. В книге к истинному православию. Я-то с такими папами не общаюсь. А вот люди, многие соблазняются на это. Батки еда, еды-то. Я могу не есть и два, и три дня спокойно. Мне это не грозит. Вот сейчас многие соблазняются в пост люди. У многих возникают вот такие вопросы. А почему, интересно? Почему к нам к батюшке никто не приходит, не просит нарушить пост? Ни один. И ни разу за все годы. Нет, ни один. Возьми. В России, когда люди верили как следует в Бога, не нарушали поста. Это абсолютно точно. Они многого не знали, Евангелие не знали, но пост держали. И рожалось много детей. И народ был крепкий, здоровый. Ну, и жаль, и непонятно-то. Посты-то они не евангельские. Три поста вообще нам не нужны, но они установлены церковью. Я обязан выполнять. Назвавшись православным, я обязан все выполнить. Иначе я не православный, а кривославный. Я докажу, евангельские посты, они не такие были. Они были по нужде. У евреев было четыре поста по одному дню. По одному. А у нас закатили больше половины дней в году постно. И главное, пост, пост, пост. И интернизация царя, и усекновение главы, и воздвижение креста, и многодневные посты, и среда, и пятница. Вообще замучили монахи. Это монахи все придумали. Но это мое личное мнение. Говоря это, я ни разу не нарушил поста за всю жизнь. Даже не в тюрьме, не в больнице, не в армии. У меня страх Божий. Бог дал в первом месте страх Божий. И страх Божий привел к Евангелию, ко Христу. Никогда, нигде не нарушай поста. Нигде. И я несу благословение Божие. Я православный. И поэтому, кто говорит православный, не соблюдает посты, он никто. Это об этом говорит Аполлос Великий. Они не знают ничего. И у них жажды этой нет. А то голова закружилась. Закружилась, а ухватить за забор. Постой, иди дальше. Закружилась. Она то и закружилась, что меньше ведра крови поступило. Надо быть легким, подвижным. И никогда не посягать на пост. Мы православные. Все. Говори. А нужно ли воспринимать так однозначно пост, сравнивать его с едой? Может быть, пост – это одно из ограничений себя. То есть можно пост испытывать. Вот я, допустим, к примеру, в пост, ну, я и так поощусь 10 лет уже каждый день. А для меня пост, допустим, ограничение себя в каких-то передачах, допустим, я себя ограничиваю. Вот, пост же – это не только ограничение в пище. Иоанн Затовоз говорит так. Когда конь уже вырос, его надо обущать, а он не слушается. Ему голову так привязывают, он стоит день-два. Его сначала до изнеможения довести надо, потом запрягают. Ему уже бесноваться некогда. Ты обузнай эту плоть. Постом и молитвой смиряется дьявол. Другого оружия нет. Это только разговоры. У меня как-то приехала мама и говорит. И батюшка-то исповедовал-то хорошо. Спросил, не ела жеравля. Жеравля. Так ты его поймай сначала, жеравля. Я говорю, а тебя, батюшка, не спрашивал, что ты рукой спутники не сбивала? Шпала, не грызла? Что спрашивать-то? Ты спроси о другом, не уедала ли ты ближнего осуждением своим? Непокоривым характером? Не противоречило ли мужу? Не прикосновило ли с соседями? Это вопрос другой. А то не ела ли жеравля? О-о-о, ты его поймай, этого жеравля-то сначала. Надо посты соблюдать. И вопросов никаких нет. У меня никогда вопрос такой не возникал. И что интересно, я сижу в камере под следствием. И все знают, что я пост несу. И в это время благовещение пришло. Утром рано, еще все спят, а я-то на 2 часа раньше встаю каждый день. Каждый день на 2 часа, без часов. Там свет день и ночь горит. Но не ангел будет, а ангел. И в это время открывается кормушка, куда подают еду-то. И там гляжу, рыба неразваренная, просто проваренная, большая рыба. И наполненный целый поднос рыбой. Это, батюшка, для вас. Мы специально заранее заготовили. Знали, что можно есть. У меня вся камера питалась. А они, там, которые за мной следят, они уговорили охрану. И охрана им разрешила сделать. И при посредстве охраны они мне передают. Вот как Бог делает. Ты доверься Богу. И ничего дальше не надо думать. Он поведет меня. Он даст так, что обыкновенная моя утренняя морковка, мелко тру ее для глаз. Каждый день так. Она у меня лучше ананасов будет. А то ешь, говорит, ананасы рябчиком жуй. День твой приходит. Пузатый буржуй. Маяковский писал. Не надо ничего этого. Сегодня один меня вывел на 2 сайта. В одном сайте он пчелами занимается. А в другом там разная пища готовит. Кальмары, устрицы. Ну, я говорю, первое я знаю. Потому что мама моя была пчеловод в колхозе. И она дыржала около 30 колодок. И дед мой был пчеловодом. Мы выросли на меду. И никого больных нет. Ну, а отцу медовуха. С разных отстоев. А вот кальмары все. У нас считалось нечистой пищей. Мы и глаза не видели. Ну, так воспитаны были. А мед это здорово. Молоком и медом текущая страна. Молоко и мед. Два продукта и тебе уже ничего не надо. Только хлеб был бы. Посты надо соблюдать строго. У меня в лагере. Все время смотрят, можно ли нет растительное масло. Посты. Они мне крайне нужны. Я не знаю, что бы сделал, чтобы их не было. Петров пост. Дети приезжают на один месяц. И весь пост. Ни одного дня ребенок у меня молочный не ел. У меня молоко, сметана, там еще только нету. Ничего подобного. С города идет, рыба мы готовим. Там прокручивают. И дети даже не замещают. И еще вес набирают. Но я православный. Все в этом сказано. Я обязан все соблюдать. И при том строго соблюдать. Все каноны до единого. Они оправдывают свое небрежение. А вот сейчас некоторые, ну принято в православии среду-пятницу, даже в обычные дни, среду-пятницу ограничивать себя в еде. Даже можно сказать вообще, если люди вообще не едят, полезно. Полезно. Полезно себя ограничивать. Апостольское правило 69 об этом говорит. Апостольское. И вопросов никаких нет. Ты можешь не пить и не есть. Вот во время Великого Поста в понедельник-вторник по уставу не пить и не есть. В среду один раз сухоедение. В четверг не есть, в пятницу один раз. И только в субботу поесть. Бог дает силу и крепость. Я не могу без воды. У меня начинаются большие резы. Небо во рту сягет. Начинаются судороги по всему телу. Я не могу растереть, не лечь, ничего не могу. И поэтому воду я пью. Я понял. Вода крепче задержится, если ее подсолить маленько. Подсоленная вода. А то я не хожу. Я говорю, куда ты не ходишь? Ну ограничиваю себя. А в чем ты ограничиваешь? На танцы не ходишь? Тебе 85 лет. Какие танцы? А я парализован. Ну парализованный. Что теперь? Ты не прыгаешь как козел? Да это не ограничение. Это вынуждено уже. Но из вынужденного можно вызвать полезное. Господи, я это принял и благодарю. Сам бы я никогда до этого не додумался. А теперь благодарю тебя. А на тебя глядя другие будут думать. Ты православный. Подними крепко, высоко это знамя. И не нарушаю ни одного канона. А их 719. Да там половина на епископов идут. Правила очень легкие. Для нас. Для пользы. Мы все к танцамским, суемудрим. Я вот с некоторыми людьми разговариваю. В основном это женщины, контингент такой. И я им рассказываю. Вот вы читаете, говорю, Евангелие, Апокалипсис. Считаете, и там написано, что будет голод страшный. Вот. Я вот говорю людям. Вы себя неизвестно, когда он может быть завтра, послезавтра придет этот голод. Я говорю, вы подготавливаете себя к голоду, тренируете свое тело. Вот хотя бы среду пятницу ограничивайте в еде. Ведь легко же будет принять вот такие вот тяжелые времена с подготовленным организмом, когда ты научишься ограничивать себя в еде. Вот. Это же даже вот для, чисто для такой практики, тренировки себя полезно. Да. Именно так и надо говорить. А не так. Придет сатана, антихрист придет, ну тогда мы врежем. Ты сейчас обрежь от своего рациона и передай это на милостыню. Я рассказываю, как у нас было. Живут тут на квартире, у меня всегда на квартире жили. 25 рублей на питание. А на питание ушло не 25, а 15. Эти десятки мы все сдвигаем к десятине. У нас всегда была сумма, с которой не стыдно было явиться, как Павел говорит. И мне не стыдно об этом говорить. И ничего там особенного. Это просто стиль, образ моей жизни. Я не чувствую никакого ущерба. Вообще не чувствую. У меня мяса нет. Алкоголя, ни пива, ни грамма, 50 лет, ну и что. Мое здоровье вполне позволяет мне проснуться утром. Прекрасная ночь прошла. Чистый день. Я не падаю. Нет головокружения, нет болезни. Желудок перерабатывает. Что надо? Надо только быть верным. Я христианин. И добавляю, я православный. Вот я приехал, меня вызвали в Караганду. А там очень хорошо приняли баптисты. Они вызывали. А потом адвентисты седьмого дня. А они разбираются в пище. Чисто, не чисто. Свинину не едят. Чай, копию, какао не пьют. И они ко мне сразу подошли. А вы мясо едете? Это какое-то. Я говорю, я вообще мясо врать не беру. Да что вы. А вот у нас тут заварено. Вы какую заварку-то? Я говорю, никакой. Кроме трав, которые растут. А у нас с Баданом там трава в горах растет. Ну это можно. Я просто сказал. Они спросили. Так это мне двери к ним открыло. Вот и все. Я с мусульманами легко говорю. Я не свиноед. Не свиноед. А тут ни на кого. Вот где соблазн-то. Когда свинью лопают. А вокруг мусульмане живут. А я соблазна никому этим не подаю. Никакого. Я сижу дома, не выхожу. Какой соблазн? Это дурь. А то в Великий пост или в Рождественнике пошел. Кусок мяса подали. Тебе кинули как собаки. Грызи его. Почему мне кусок мяса не кидают? Ну даже дали его. Положил в карман дома. Собакам отдал. Заперся в попу. Не знаешь как вылезти. Ой, как вы говорите с ними. Надо с попами уважить. Я говорю, в три погибели согнулись уже. Зауважали. Уважаешь его? Скажи ему. Так не надо его обличать. Значит он погибнет. Ты ему скажи, сиди дома, не занимайся собой и своими прихожанами. Иди проповедуй Евангелие. Там тебя накормят. Там такой полынь у тебя накормят. Ты будешь три дня екать. Встретят да еще как. Еще им под зад пинка дадут. А то сидят дома, спят, жируют и с такими пузенями вывалят на народ. Из дома бы не вышел. Срамота одна. Утучнили себя, Златоуст говорит, как будто город приготовился к осаде. Тебя что, говорит, в жертву хотят принести? Разве? Как жирного быка. А то он высмеивал их таких. Когда описывается о Златоусте его, как он на себе выглядел. Говорит, на тонкой шее большая голова, говорит, взяло худ, а опасно. То есть смотришь на него и думаешь, как бы голова не оторвалась. Опасно. А здесь я и слышать-то это не хочу. Пустое-то все. А вот у меня, у меня есть личный вопрос такой. Я вот, у меня сильные боли, вот 12 лет уже, боли очень сильные, невыносимые боли. Вот, и причем они не оставляют меня ни на одну минуту. Вот, и мне выписывают сильные обезболивающие, которые принимают люди уже при смерти, когда при раковых, раковые больные принимают. Вот такие вот обезболивающие я принимаю вот уже 9 лет. Вот, и я думаю, не повредят ли они душе моей? Повредят. Повредят. Откажись от них пока, потерпи. Господь, когда ему подали уксусы, смешанно с желчью, как обезболивающие, дурманищие, он не принял это дело. Я на операции всегда просил делать обезболивание. Говорят, нельзя, мускулы независимо от тебя будут сокращаться, и нам нельзя делать операцию. Как только меня привели в чувство, привезли, я уже отказываюсь. И, при том, врачи сначала не говорили, не соглашались, а потом говорят, Вы откуда это узнали? Что заживает быстрее. Организм к этому привыкает. Там обезболивание, процесс продолжается. Это сказать так, взять большой щугунный шар, из которого острые иголки, и мне сказали, не съезди, вот торчат иголки. Мне положили на ладонь, он прокалывает. Дайте обезболивающую. Ну, я теперь иду, прыгаю, мне не больно. А уже шипы на той стороне пролезут через ладонь-то. А когда болит, я стараюсь идти аккуратно и аккуратно, чтобы не проткнуло. Я в своей жизни обезболивающие никогда не принимаю. Никогда. Врач ходит рядом, но она могла бы подмешать мне там в пищу, но это, видимо, не разрешается. Обойдется. Обойдется. Я про свою болезнь не знаю, не говорю. Я не знаю, как бы на этом месте я повел себя. Но по сегодняшний день, Бог милый. Я вам расскажу про свою болезнь. Моя болезнь, мои боли заключаются в почечных коликах. Женщины, которые рожали детей, они говорят, что почечные колики намного тяжелее выносить, чем рожать. Понимаете как? Вот. И эти почечные колики у меня каждый день. Страшные боли. Очень страшные боли. Обезболивание, боль уничтожает, а процесс продолжается. Я просто говорю, вы меня спросили, и не подумаешь, что я тебя там упрекаю или еще что-то. Даже в ум, чтобы не пришло это. Но я говорю про себя и как я это знаю. По сегодняшний день, мне все-таки 74 года. Я не на одной операции был, и у меня еще-то не было. Всякое разное было в жизни-то. Но обезболивающие никогда ни разу не принимал. У меня быстрее наступает не то, что там атрофация, чувство привыкания организма, и туда особые силы идут, в этот орган. Так у тебя не почки болели? Да, не почки, но у меня болело другое. И было там бронхи у меня, как тряпки висят, и меня 13 дней в холодильнике держали. Так что я просто отвечаю на вопрос. Если бы можно... Давайте раскроем эту тему. Вот, коль уж привыкание, допустим, привыкание к алкоголю у человека, привыкание к курению у человека, это же духовные проблемы человека, правильно? И человек умирает, душа высвобождается от тела, в душе остаются вот эти привыкания, и они уходят в вечность с этой душой. Ну, а вещи не будем говорить, мы многого не знаем. Но на земле именно так. Когда были в плену, и там какие были боли, вот как Бойко Николай Ерофеевич рассказывает, это исповедник настоящий, баптист, и он рассказывает, какие люди там были. У меня знакомые были такие. Никаких обезболивающих, ничего нет, еще только не было. У меня, говорит, все почки отшибли, как его били, там что. И Бог дал еще, жил 50 лет после этого. Потому что эти обезболивающие, а они вредно влияют на другое. Обезболивающих, которые не приносят вреда, просто не существует в природе. Все обезболивающие несут какие-то последствия для других органов. Вот так. Конечно, невозможно вынести, значит, Господь дает. Но он сам не принял. Будучи прибитый на кресте, как человек. И он не принял, и не хотел пить. А обезболивающие Христос не принял. Вот Дмитрий Смирнов мне однозначно на этот вопрос сказал, хоть врачи прописали, и Господь благословил, значит. Я просто говорю... Дмитрий Смирнов ответил противоположно. Ну, я ответил так, как я знаю. Я сам был на операциях. Я рассказываю, как есть. Я, Инатий, сейчас просил, потому что я чувствую так же, как и вы, точно так же чувствует. Вот. И я уже давно думаю над этим вопросом. У меня жена все время... Есть еще? Да. Все. На вот это, у тебя легче будет. Я ни одной таблетки еще не съел за всю жизнь. И никакой микстуры не пью. Единственное, что сейчас в глаз закапываю, это, ну, микробы какие-то там прощищаются. Пользы никакой нет. А второй бутылек мне сделали один к трем. Мед, разведенный водой, тоже закапывать надо. Прощищает. Ну, остановить как бы процесс этой катаракты. А там попала еще как инфекция, поврежденный был. Поврежденный, порезанный у глаза там. Уже целый год я мучаюсь. Ну, и даже никакого внимания на это нет. Я очень сильно болел желудком, когда было мне, ну, может быть, лет пять. Меня привозили в Барнаул на машине. Железной дороги к нам еще не было. Я не болею сейчас. И мама меня лечила сама. А как? А в подполе, там стоят фляги с медом. И она меня пошлет, а ложка была такая вот круглая, как яйцо перерезанное. Не такая ложка, а круглая, прям как мячик пополам. И она, у нее ручка такая толстая, как щугунная. Ну, не щугунная, она там, и не дюралевая. Она, сынок, наковыряй меду-то. И этой ложкой-то там ковыряют, а она набьется из этой ложки-то никак-то. Но она там ложку-то ты маленько прочисти ее, да туда не ложи обратно-то, а в рот возьми. Я привык к этому, как наркоман. Как только что, у меня мама в погреб, а я меду опять поем-то. И у меня все, все ушло. Мед. Это профессор Насаль об этом пишет. Вот 50 лет сынам отдали, изучению лечебных свойств меда. Я каждый день сегодня помаленьку мед употребляю. Вот единственное мое лекарство. Но это естественный продукт. Я еще раз скажу. Я-то я не говорю тебе лично, не принимай там. Как я могу сказать этого? Я никому этого не говорю. Я говорю о себе. О себе. Я просто... А врач спрашивает, а почему обезболище не принимаете? Я говорю, я хочу пострадать, как мой Христос. Почувствовать боль эту. И душа моя обновляется в этой боли. Вы когда стихотворение мое считали, про больницу-то, спиралью пытаешься выйти из боли. Вот тяжкое мукострадание. Вот. Как тело мое, как снарядом его поразили. Прямым попаданием. Я испытал это? Вы знаете, в чем дело? Допустим, помучаться там неделю, месяц помучаться. Но 10 лет изо дня в день. 10 лет. И днем, и ночью. Это сложная штука. Серафим Саровский говорит. Я два года. Серафим Саровский говорит. Если бы вся комната, где ты находишься, была наполнена червями, и каждый из них прогрызал тебя в нос, в глаза, в руки, в печень, и немножко, ну, лет сто. И тогда, возлюбленный, стоило претерпеть ради будущего царства. Болезни ощущаемся. И обезболивающие, такие, как Пимен, многоболящие, парализованные, никто не принимал. Ни один. Они благодарили Бога за страдания, как ел. Проказа съедала его тело. Оно разваливалось. Он его скоблил с черепком, написано. Так что ребра были голые, и сердце, как солнце, засияло в златоузгарте. Сатана бежал, закрыв лицо руками. И он нигде не искал никакого обезболивания. Нигде. И этого мы не находим нигде. Это моя болезнь. Это мой крест. Я его несу с благодарением. Но если разваливаются где-то, то оно не от этого разваливается, печень. Просто, вот бывает, раком заболел человек, и они теперь глушат там, я не знаю, какими только средствами. Не надо этого делать. Я повторяю еще раз. Обезболивание, вот делали укол, не боюсь. Я теперь шар, чугунный, с этими иголками, несу, не боюсь никак. Но это означает, мне вред-то. Я не остерегаюсь, ничего. Вот и все. Я просто... А зубы сядете лечить без обезболивания? Ну, врач, когда там что-то делает, вот я прошу не делать обезболивание, не ее. Делать так, как есть. Но у меня все корешки-то целые не рвут. Я не имею никакого образования, стоматологического там какого. Я говорил, что это влияет на память. Ну, представьте, я в пяти университетах веду занятия. Вопросы. Там на стадионе. По радио три программы. Прямым эфиром, часовые программы вел. Часовые прямыми эфиром. И вопросы идут, и я должен мгновенно отвечать. Отвечать, пользуясь Библией на первом месте. Святыми отцами, 1173 биографии. Канонами, 719 правил. И я ими манипулирую, вставляю, знаю, где, как сказать. Меня в Америке повезли, у меня очень сильно стало болеть зуб. Привезли, опрокинули на кресле. Я говорю, только не дергай, как не дергать. Я говорю, там штифт как-то, а потом на него наращивают. Он говорит, когда выше десен, у вас ниже десен. Я говорю, они уже пришли, меня, сенок меня повез. Мы заплатим, все. Я говорю, мне дергать зубы нельзя, у меня памяти не будет. Я перед людьми выставляю, выхожу в кинотеатре, переполненном, воинская счасть, а я буду стоять, думать, я забыл. Я не могу так, у меня даже компьютер работает на полную мощность. А при чем тут память? Я не знаю, он засмеялся и говорит, да что-то вы думаете это. И потом, только я нашел шведа, исследование рели многолетнее. Каждый зуб, это проценты памяти, и особенно в верхней челюсти. У меня нет ни одного корешка выдернутого. Я не знал ниоткуда, я просто знал, что этого нельзя делать. Это влияет на память. И спустя только уже, может быть, лет 50, я узнаю, что это опыты были, совсем недавно. А откуда вы знали? Ниоткуда. Я внутренним голосом имел. Этого делать нельзя. Мне нужна память. У меня все корешки целые, и я ими жую. А зубы потерял я в один год. Колосцы чистил. В ледяной воде. И смену никого туда не пускал. Почему? Я не женатый, я сильный. Я в ледяной воде сидел. И у меня зубы в один год все полетели. Ничего. После этого еще 50 с лишним лет живу. И жую, и мало того, жую сухари. Сухари. Вообще, о, чудо. Юда. В рыбьих перьях. И, знаете, вот есть вопрос еще один. Я познакомился, молодой парень, ему чуть-чуть за 30 там. Вот. И у него был такой посмертный опыт там. Вот он рассказывает, что там видел он и от и рай видел. Вот. И он, а я спрашиваю у него, а ты причащаешься святых христовых тайн-то? Он говорит, конечно, причащаюсь. Вот. Ну, и я там начал спрашивать, расспрашивать его. Я говорю, ну, а ты какой динаминат ты принадлежишь? А он говорит, а я ко всем принадлежу. Я и православный, и баптист, и пятидесятник. Я везде вот. То есть, он вот так вот начал мне рассказывать, как вот человеку, нужно ли ему выбрать определенный путь или вот так идти просто за Христом? За Христом идти один путь евангельский. Подвязать сильнодушие за евангельскую веру. Это не баптистка никакая. Та, которая по Евангелию, где есть рукоположенные архипастыри, епископы. Я избрал православие. Если это был бы католик, я бы ничего ему не сказал. Но, вне того, что я называю православие, католицизм, григориан и армяне, копты и сирийцы, церкви нету. Нету. Это просто сообщество. И когда он говорит, он что-то там видел, я говорю, а почему тебе там, кто тебя водил-то, ангел или как ты называешь, почему не показал, что без священства не спастись? Кто не принимает тело и крови Христова, не имеет в себе жизни? Ты не считал про это? Нет. Серафим Ромб? Дело в том, что он и пославие принимает, он все принимает. Ну, как он принимает? Он не может быть всем, он должен быть православным. Если он православный-то. Я не баптист. Я только в духовном плане говорю. У нас баптист один только есть. В общем, батюшка наш, который крестит. Баптист означает креститель. А вы пятидесятники. Знаете? Знаю. Я пятидесятник православный. То есть, мы за то, чтобы человек был крещен Духом Святым, но находился в православной церкви. Не говоря не языками, а быть Вадимом Духом Божиим, о чем Серафим Саровский постоянно повторял. Стижание Духа Святого. И этот человек, он не знает, что Серафим Роуз подробно это описывает. Жизнь после жизни. Это профессора Моуди. В этом пограничном состоянии, когда человек в клинической смерти, тут бесы особенно орудует. И кого он видел, кто водил, куда, уверенности сто процента нигде нету. Это может просто насмешка сатаны. Если это не сходится с... Я вам дам видео, вы послушаете его. У него очень такой откровенный рассказ. И у него травма серьезная была. У него была перерезана артерия и кровь практически там вся из него вышла. Ну, такой интересный рассказ. Но все-таки он не принял. Он говорит, я везде. Я и с православными, и с баптистами, и с пятидесятниками. Я везде. Хорошо. Меня как-то это настораживает. Спросили однажды. Вот обо мне разговор зашел, а один батюшка говорит. Ему говорят, его не поймешь, кто он такой. То ли баптист, а Игнатий Лапкин-то. Он говорит, определить очень легко. Он проповедует? Да, проповедует. А люди обращаются. Говорят, ой, как обращаются-то еще. А куда он их ведет? Вот поэтому определите, кто он. Я всех до единого за пятьдесят один год направлял только в московскую патриархию. Больше никуда. Ну, еще меня определять. Но я к ней не принадлежу. Я принадлежу к русской православной церкви за рубежом. То есть я не принадлежу к тому, что они там делают. Это одна и та же вера. Вера ни в чем не разница. Но в подчинении, на прямой контакт мы тут, чтобы они разрушили наш устав, убрали батюшку, с этим мы не согласны. Тут вот с чем связано. Они не держат слово свое, лгут на каждом шагу. Но людей я никуда не зову. Больше только направляю в существующие храмы московской патриархии. А куда этот ваш человек ведет, если кто-то обращается? Это только разговор. Когда я считал тех, которые обмирали, я таких случаев знаю. Я лично Клавдию Стюжанину встречался с ней не один раз. Я знаю не понаслышке. Я еще не нашел ни разу никого, где сто процентов мог бы согласиться. Там, может, сатана водил по своим дебрям, по помойкам. Есть прям очень близко к истине. Атана все видел, все знает, но остается в баптистах. Да какой же тебя дух-то там водил-то, когда ты не в церкви? Почему ты там осталась-то? Ты считай деяние 8 глава. Где нет апостольского возложения рук? Там нет Духа Святого. Чего ты толкуешь-то мне? Тебя водил там Духа и Клавдия, она православная. Обольщение одно. Ты хочешь знать, что там есть? Считай Библию. Другого не дано нам. Даже видение Феодоры Цареградской, Василия Нового Жития, и то оно под сомнением. Да, сейчас многие обольщаются. Сейчас в интернете очень много вот таких видео, и много людей не обольщаются вот ими. Я ему говорю. Духовный опыт. Я с таким говорю, ну, не лично уже до встречи. Недавно были мы в шахтах, и он рассказывает, как он адмирал. Он с нами тут сидит, это в интернете у нас выставлено сейчас. У него там, ну, он не может выразить. Он у нас, у нас, вот павлины, воробеи, разве садисту что спрашивать? Так вот, там, говорит, разница между нашим павлином и тех, каких я видел, как у нас между воробьем и павлином. Так еще, говорит, там больше, какая красота. Но, говорю, не видел глаз, не слышал, а ухо мне зачем смотреть? И на сердце не приходило. Он это видел, но это его опыт. Оно он настоящий или обманный? Сатана водил. Не знаю. Но он что рассказывает? Я теперь на него смотрю, я говорю, ты жизнь свою посвятил после этого Богу-то? Ты изменился? Ты теперь вернулся, другим стал? Я его на каждом шагу уже уловляю, показываю, ты поступаешь, ты как мирской человек-то. Посты нарушаешь, бреешься. Зачем ты это делаешь? Тебе никакой нужды к этому нет. Ну и все. Если ты оттуда вернулся, ты другой должен быть, абсолютно другой. Потому что ты там видел то. Так, а то все он бегает, просится. Ну вот так, дорогой мой. Ну ладно, и на тихо. Я сейчас скину видео, это вы там будет время, посмотрите. Ну вот с этим парнем-то ну ладно. Да я маленько гляну, я все не буду подряд смотреть. Я видел много по сра, про странно, много сидят, разговаривают. Я очень много этих роликов слышал, православных и неправославных. Цена им одинаковая. Лучше бы их не было. Не видел того глаз. Все это понятно. Что приготовил Бог любящим его? Зачем я за эту грань буду и какому-то человеку верить? Я еще ни одного не встретил, у которого жизнь радикально изменилась. Он был бы в церкви. Если видно, что нормальная как-то, она голову не может даже покрыть платком. Она видела там что-то. Ты этого не видела, что Божья Матерь покрытая? Не видела? Почему-то баптистом Божья Матерь никогда не является. Вот удивительное дело. Баптистом, другим сектантом, она нигде им не является. Это опыт. Мы туда переносим и в этом пограничном состоянии начинаем придумывать. Да, он видел. Но есть такое, избежавшее из ада. Там подробно показано. Фильм такой. Видели? Вот так. Кого сам себя ввел к себе и умер. Ну, его оживили они там электрошоком. Не надо мне этого. Я за всю жизнь не слышал ни одного голоса. Даже шепотом, чтобы мне оттуда кто-то сказал. У меня этого не было. Ни видений, нигде нет. Я просто живу и работаю, ложусь, сплю, стою. Но внутренним голосом я стою на молитве и всегда слушаю, что мне скажет Господь. И скажет мне через Святую Библию. Я тогда открываю место Писания, конкретно открываю. Не так, где откроется. Я не гадаю. Сижу тогда, занимаюсь, снова молюсь, со священником посоветуюсь какое-то решение принять. Вот ехать, не ехать бывает иногда. И Господь покажет. Иногда целые года не открывает Господь. Все равно откроет. У меня это было. Но у меня никогда не было никаких откровений. И я их не ищу. А если икона замиротащила недавно у одной нашей... Я говорю, ее сними и отнеси в ближайший храм. Они любят это дело. У нас этого нет. А если бы у тебя иконы замиротащили, ну собрал в храм, отнесся, да, там все. У меня они не миротащат. Я даже пыль забываю из них сметать. Они для меня напоминают о тех, кто жил во плоти. Иконы. А тут как идолопоклонники. Поцелуй, да еще лбом ударит. А ты видел, как целует? Поцелуй, и лбом поднет. Я говорю, а зачем ты лбом-то бодаешь-то? Ну так все делают. И батюшка. Ну, говорю, мы целование учимся друг от друга. Я целовал маму маленький был. Я целовал брата. Потом вырос. Вырос, поцеловал и боднул. Да я так боднул, он с места не встанет. Ну, еще мы друг друга не бодаем-то. А почему икону решили бодать? А на иконе кто-то изображен. И попы стоят и бодают. Быки будущие. Ну, это, наверное, для просветления ума. Они мозги стряхивают. Это есть такой вот, если фильм не видели, как-то посмотрите. Называется «Внучка президента». Внучка президента, запомни. Ну, для разнообразия. Посмотрите. Олег Табаков играет. Играет как бы, как бы Ельцина. Как двойняшки там, и как это у них будет. Вот. Ты не щавкай. А он министр здравоохранения. Он сыну говорит, не щавкай. Я не могу. Если так, то у меня в голове хрустит. Он. Что у тебя-то может хрустеть? Так еще тут может стряхиваться. Пустая голова и своим барабаном бьет икону. Нечего там ставить. А то канон особый на восстановление памяти. Учиться надо. Блудить не надо. Проблудили всю жизнь. И теперь древними мозгами трясут перед Богом. Больше всего память отнимает блуд. И страшнее этого греха, как Аполлос великий. Говорит, ничего нету. И сблудился народ. А теперь памяти нету. И теряет память. Надо вот то-то делать, то-то. Для памяти. Для памяти надо жить свято. И быть довольным тем, что Бог дает. Вот у меня я знаю места писания. Это ему сатана дает знания. Сатана православная. И когда узнали, что я цитирую на память 719 правил, 7 вселенских, 9 поместных соборов, они долго думали, что же сказать-то тут. И опять тоже, что сатана ему дает. 1173 жития святых. Я их на память привожу, биографию. Долго думали, что сказать. И говорят, сатана ему дает знания. А что я провел над этим десятки тысяч часов, их это не касается. Не касается. Где я нахожусь, там в сатане места нету. Почему вы не говорите? Ему тошно. И в первую очередь в попах. Они трясутся от злого, в падущие их бьют. Такая болезнь, падущая, трясущая. А возразить ничего не могут. Их спрашивают. Ну, конкретно положите. Покажите, что с Лапкиным и так. Недавно один вышел и говорит. На ваш ролик натолкнулись с товарищами. Они православные все. А один сказал, а я не согласен. А я спросил, а в чем не согласен? Не знаю. А другой, а другой голову опустил, ушел. А я, говорит, понял. Это то, что я искал. Это тот самый, который больше всех мне помог. Вот сейчас конкретно. Вот что Бог делает. Через ролики. Значит, один замкнулся. Вчера один тоже священник на меня вышел и говорит, ну, а то вас отрицательное. Я спрашиваю, откуда вы взяли отрицательное-то? И все берут из интернета негативные о вас отзывы. Так что ты по слуху судишь-то? Я живой, меня спроси. Спроси меня. А вот узнали. А кого ты узнал-то? Почему ты все время к дьяволу стучишься, в коворку, у него спрашиваешь? Почему у Бога не спрашиваешь? Ты меня обвинишь, что я живу не по совести? И тогда скажи, что я солгал. У меня рядом друзья-товарищи. Пусть кто-то скажет, что не так, как я говорю, по-другому. Кого он в интернете нашел? Да ты в интернете поищи, что о президенте говорят, что о патриархе, что о Христе говорят. И что интересно, вот сто отзывов обо мне положительные не берут ни один. Три отзыва плохие берут и берут. И отзывы от еретиков. От еретиков притом. И берет это православный священник. Ни стыда, ни срама нет. Я говорю, от кого ты берешь-то? Он же еретик. Вы говорите, с ним разговаривать нельзя еретик. Но он же говорит против вас. Ой-ой-ой. Раз против меня, значит, ты из-под него берешь и в меня кидаешь. Ты молодец после этого. А я против вас еще не могу сказать, кроме одного, что у вас страха Божия нет. Я не буду против вас собирать, с кем вы спите. Я одно могу сказать, что Библию вы не считаете, не знаете. А на суде Божьем будем судимы по Слову Божьей. Евангелия Теана 12, 48. А вы меня поносите, а я за вас молюсь. Разная позиция. Совершенно разная. Я каждый день молюсь за епископат, за священство, за патриарха, за папу. Да еще по именам, по именам повторяю. За папу Франциска, за папу Венедикта. Если Бог позволит, может, встретимся нынче. Ну, хотя бы передать подарок. меня матушка узнала, что вы приедете, заедете ко мне. Она уже бегает. Бегает бедная. Что же мне готовить? Он не ест ничего. Что же я бы ему приготовить? Ест. Рыба, рыба, рыба. Уже меню составляет. Рыба, обыкновенная рыба, сваренная в воде. Ничего больше не надо. Но если уже хочешь особо угодить, карася, фольгу закрути и спеки. Карась, рыба царская. Во. Если, конечно, не среда и пятница. Если среда и пятница, мы возьмем с собой. Ни о чем скажи, не беспокойся. Никаких соков, ничего не надо. Обыкновенная еда простая, с картошкой, с капустой. У православных, как говорят, он должен быть очень смиренный. Голова между ног, и в бороде капуста. Обязательно капуста. В бороде притом. Ой-ой-ой. Пусть не беспокоится. Скажите, что ничего этого не надо. Я в тягость никому не буду. Я с краешку сяду. И под благовидной причиной поскорее за стола вылезу. Передай ей поклон от меня. Скажи, что мне это приятно слышать. Она любит тоже вас. Вот, видишь ты. Вот я буду знать. Мы трое. А четвертая собака. Собака. Человек где-то примет какую-то честь, вознесется, а она у нас не возносится. И скажите потихоньку. Чемпион России приедет к вам. Только не говорите, что это собака. Когда о нас будете говорить, скажите. Они едут, у них команда, и один из них чемпион России. Ну не говорите, кто. Я медаль даже его с собой взял. Вот так. Ну что, брат? Ждем вас с терпением. Да, Игнать Ильич. Ну все, оставайтесь с Богом. С Богом. Ты меня простил, что я тебя огорчаю, брат. Но по-другому я не могу. Пока потерпите меня такой, какой есть. Успеваем. Мы запишем, поговорим. Даже сейчас записывает. Несмотря на это работает. Работает. Нормально. А другой платит 10 раз быстрее, а у него дело там еще. А у меня круглосуточно работает. Нормально. Сейчас поставили. Было 50 гигабайт дополнительно запасные. А сейчас 900. Что спрашивать-то? Я вообще царствую. Интересно, он живет? А я вот сейчас запишу. Я сейчас видео запишу, и пришли вам, посмотрите. Ну да. Я живу как петушка Божия. Ничего нет, и всему радуюсь. Слава Христу. Бог дал Сергею. Обрещение.